Молодой, но уже уверенно вступивший в современные ритмы жизни движения сталкеров набирает популярность среди ульяновской молодежи. Но кроме парней оно не обходит стороной внимания девушек. Себя ульяновцы именуют свалкерами. На побережье Волги, в чаще Виновской рощи, руины заброшенного рыбного завода. Место притягательной силы для творчества молодого поэта Анисии Матлиной. Что значит для девушки эти места, узнаем у самой поэтессы. В первую очередь я получаю заряд вдохновения, потому что я такой человек, я люблю черпать вдохновение из необычных вещей, из необычных ситуаций, от необычных людей, ну и соответственно из своего такого вот необычного хобби. И во-вторых уже, что привлекает нас всех, всю нашу команду, это конечно поиск новых впечатлений, ощущений, потому что когда ты выходишь на очередной маршрут, ты не знаешь, что там может тебя ожидать впереди. И вот этот элемент внезапности, неожиданности, он очень-очень много эмоций приносит. Бесстрашие команде не занимать. Урбанистический хаос, а также нахождение граффити и стрит-арта изучаемых объектов манит группу сталкеров для создания своего оригинального контента. Анисия генерирует идеи и пишет тексты. Ей помогают фотограф Александр Тарасов и художник Елена Несоленая. Прежде чем приступить к поиску места локации заброшек, молодые люди знакомятся с архивными материалами, общаются с краеведами и обмениваются информацией с сероссийской базой данных сталкинг-движения. На сегодняшний день в городской черте ребята посетили более 40 объектов заброшенных зданий, построек, всевозможных городских развалин. После каждого пройденного маршрута команда размещает информацию, тексты, фотографии и картины в социальных сетях. Мы в основном находимся в инстаграме, у нас три официальные страницы, две личные, это моя и Саша Тарасова, и одна общая огоньки. Название тоже мы специально выбирали, такое креативненькое, и вот там мы выкладываем все наши маршруты. И уже очень многие люди с других городов, с Питера, с Москвы, с Екатеринбурга в основном, мы списываемся, и они хотят приехать посетить наши красоты. Группа единомышленников не загоняет себя в рамки освещения своей деятельности лишь посредством сети интернет. Так буквально пару месяцев назад Анисия Матлина презентовала свой новый поэтический сборник под названием «Кода». В него вошли свежие стихотворения, фотографии и картины ребят, собранные по пройденным свалкер-маршрутам. Впереди у молодых людей планы по изучению заброшенных объектов Ульяновской области, а также всевозможные экспедиции в соседние регионы. Антон Никонов, Юрий Ломатов. Новости Уллправда ТВ.